Очередная волна сверхинтенсивных осадков вновь обрушилась на Москву. Погодными условиями не работает московский зоопарк. Мало трэша в моей работе, поэтому сейчас у меня взорвалось внутреннее левое колесо, заднее. Я выехал только с погрузки, на улице жесткий ливень, я такой думаю, ну это вообще, конечно. Вторник, начинается не с кофе у меня. Вот едем сейчас до шиномонтажки на 9 часов, все сделают мне. Блин, еще не туда заехал. Она там, а я заехал сюда, и здесь вот такие блоки стоят. Почему мне сегодня так повезло, кто знает, кто скажет. Блин, тут еще такие блоки, это что за жесть? Ладно, прорвем сейчас. На шиномонтажке мужики вообще спали все, я их разбудил. Я говорю, мужики, так и так они говорят, да, сейчас все сделаем. Сейчас запаску отвинтим и будем переставлять. Что случилось с ним там? После того, как мне сняли колесо, мы обнаружили, что в нем большой саморез. Мы его благополучно вытащили и поставили заплатку. Что был за взрыв, я так и не понял. Это останется большой тайной. Ребят, пока вы смотрите влог, в такой домашней атмосфере я хочу вам порекомендовать эксперт парк. Если вы ищете достойный и серьезный парк для работы, то эксперт парк вам точно подойдет. Когда-то сам работал в этом парке и могу сказать то, что ребята очень серьезно относятся к своему делу. И если есть какие-то недочеты, они сразу же их исправляют. Что нужно запомнить? Ребята работают по всей России. Подключают вас через Яндекс.Такси и Яндекс.Доставку. Комиссия у них 50 рублей в сутки. Автовыплаты ежедневно, без задержек. У них есть 4 вида моменталок. Какой тебе способ подойдет, такой ты и выберешь. Самое главное, они еще и подключают самозанятых и через Ситимобил. Если вас заинтересовал эксперт парк, то вы можете перейти по ссылке в описании, зайти, посмотреть все, связаться с поддержкой, которая работает круглосуточно. И работать все. Продолжайте смотреть влог. Так, ну что, новый день, новая задача. Сегодня везу газовые баллоны. Я думаю, что они пустые. По крайней мере, мне так сказали ребята, которые меня сейчас грузили. Сегодня у меня рейс Палашика-Томодедово. Груз достаточно тяжелый, потому что машина сразу же как маятник на любой кочке. Поэтому нужно быть осторожным, не разгоняться слишком, не заходить в какие-то резкие повороты. Выезжаем потихоньку, помаленьку. Короче, мне сейчас что нужно? Мне нужно доехать до Домодедова. Доехать до склада, вбить там в электронном порядке все свои данные. И после этого мне назначат ворота. Ехать мне час тридцать. С Балашики-Томодедово. Понимаю долго, но что делать? В пробке, вторник. Выезжаю из промзоны Балашики. Сразу же перехожу на МКАД. После этого перехожу на сторону Видного. И еду вниз до Домодедова. Но это Домодедовский район. Склад все инструменты. Деревня Константинова. Посмотрел, кстати, по навигатору. Немного обманул меня Яндекс. Нужно ехать час пятьдесят. Я так понял, там пробки на МКАДе. Ну, посмотрел по карте. Поэтому не спеша, потихонечку, помаленечку добираемся до места. Ничего особенного не брал. Брал водичку и тунец. Чисто переедаться не будем, потому что, как многие знают, еда клонит сон. Яндекс меня построил через Лукьянова. Деревня. Получается, через Люберцы. И потом я ухожу в сторону Котельников и ухожу на МКАД. Я понимаю, что Балашика и Люберца это не самое хорошее место для проезда. Но, во-первых, у меня в Балашике была загрузка. Через Балашику я не могу поехать, потому что там очень большие пробки. Даже в тот момент, когда я ехал в 7 утра, там уже были пробки. Ну, люди просто на работу едут. И второй момент. Через Люберцы вроде как быстрее показывает Яндекс. Но я с какой-то стороны не верю. Так же, как и многие из вас Яндексу. Поэтому, что я буду стоять в Балашике, что я буду стоять в Люберцах. Все, кто нас смотрит из Люберец либо из района Жуковский, вам всем огромный привет. Опа! Ну, вот зачем трактиль? Наконец-то я выбрался, но я не завидую вот этим ребятам. Просто километровая пробка. Блин, подумал, что какое-то шипение появилось в машине. Но нет, это команд, который сейчас приезжает. Я же везу какие-то баллоны газовые. Ну, по документам вроде они без газа. Ну, вроде как, это какой-то природный газ. Короче, непонятно. Ливани пустые, просто тары для газа. На загрузке же никто ничего не говорит. Просто говорят, да, это было с газом. С газом они? Не знаю. Вот такие вот у нас автобусы. И сразу же на парковочку. Красавчик. Через час я оказался в недушной Москве. На природе. Как вам такой выход? Как вам такое, Илон Маск? Короче, из-за того, что в Домодедово высокие лежачие полицейские, я не могу, конечно, этого подтвердить, но у меня как будто бы что-то упало там сзади. Ищу парковку. Так, и что? Нас позвали на ворота. Сейчас автоматически у нас откроется шлагбаум. Зеленый. Погнали. Ребят, все, я мчу домой. Закончил сегодняшнюю работу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и комментируйте. Это помогает продвижению моего канала. Поэтому все. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok